Сегодня в России День народного единства. Он был установлен в честь важных событий в нашей истории, когда в 1612 году народное полчение во главе с Мининым и Пожарским освободило Москву от польских интервентов, положив тем самым конец тяжелому периоду для Руси, смутному времени, угрожавшему утратой государственности. День народного единства впервые начали отмечать 10 лет назад. Митинги, концерты, шествия сегодня по всей стране. Первые мероприятия уже прошли на Дальнем Востоке и начали их с минуты молчания в память о пассажирах самолета А321, разбившегося в Египте. И во Владивостоке, и в Хабаровском крае главным символом акции стал российский триколор. Как отмечали участники, важно помнить, что всех жителей огромной многонациональной страны объединяет общая история. В Москве тысячи людей примут участие в шествии, которое по традиции объединит представителей разных политических партий, конфессий, национальностей. Все начнется на Тверской улице. О том, что сейчас там происходит, мы узнаем у Георгия Алисашвили. Георгия, много ли народа уже собралось в центре столицы? Здравствуйте, Алена. Народу здесь действительно уже очень много. Мы выходим в прямой эфир из самого сердца Москвы. Здесь за памятником Юрию Долгорукому. На Тверской улице формируются, да, собственно, уже сформированы колонны. Погода, то, что вызывало опасения до последнего момента, похоже, не подвела в Москве так по-ноябрьски свежо. Но главное, без осадков. Так что люди начали собираться заранее. Сейчас они группируются у здания Московской мэрии. Организаторы говорили о 10 тысячах участников. Ну, сколько их здесь прямо сейчас, в этот момент сказать сложно, но очевидно, счет идет на тысячи. Здесь у нас москвичи, жители Московской области и других регионов России, которые приехали в столицу, чтобы всем вместе встретить день народного единства. Многие пришли с детьми целыми сечами. Совсем скоро, чуть больше, чем через 20 минут колонна, но и мы вместе с ней начнет движение. Мы пройдем вниз по Тверской улице, повернем на охотный ряд и остановимся у театрального проезда. Там уже возвели сцену, собственно, все уже готово на театральном проезде. Я напомню, это финальная точка нашего шествия. Состоится митинг, ну, а завершится наше мероприятие концертом с участием звезд. Алена. Да, Георгий. Это был Георгий Алисашвили из центра Москвы, где с минуты на минуту начнется шествие в честь Дня народного единства. Спасибо. Спасибо.